В честь 75-й годовщины Великой Победы на территории Московской области проходят патриотические акции и флешмобы. Пандемия внесла коррективы в празднование 9 мая. С главными героями этого дня нельзя встретиться лично, но слова благодарности за их подвиг можно выразить в дистанционном режиме онлайн. К акции «Звонок ветерану» присоединился глава-любелец Владимир Ружицкий. Эти кадры были сделаны ровно год назад. 90-летний юбилей Мария Бодрова отмечала в кругу семьи и почетных гостей. По складу своего характера она любит общение и праздничные встречи. Девиз Марии Ивановны – не унывать и соответствовать своей фамилии, сохранять бодрость духа. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Для нее, как и для любого другого ветерана, 9 мая – самый главный праздник и считается вторым днем рождения. В этом году особая юбилейная дата. Но из-за эпидемии вируса поздравления Мария Ивановна принимает в непривычном формате. Мария Ивановна, добрый вам день. Здравствуйте, Владимир Петрович. Я очень рада, что вы решили меня поздравить, поскольку мы с вами работаем вместе более двух десятков лет. Я искренне вам желаю бодрости, я искренне вам желаю, чтобы вот эти вирусы, которые сегодня присутствуют, об этом вас не коснулось. И хотел бы вас просто спросить, а чем мы можем быть вам полезны, чем мы можем какие-то вопросы, возможно, там для вас решать. У нас все-таки есть и волонтеры, и молодые ребята, которые готовы в любое время суток, дня и ночи оказывать помощь. Мы их называем и партийные волонтеры. У вас замечательная семья, я об этом знаю. Но есть не у всех так, к сожалению, у всех немножко по-другому. Поэтому если нужна кому-либо помощь из ветеранских организаций, мы тоже окажем помощь. Когда началась война, Марии Ивановне было всего 12 лет. Страшные события в одной части заставили ее стать взрослой. Юную школьницу отправили в госпиталь помогать раненым. Не было ни ваты, ни бинтов не было, не было йода, не было марганцовки. Я уже не говорю о лекарствах. Лекарства и все только для операционных. Из дома я перенесла все наволочки, все простыни. Мы работали в очень тяжелых состояниях, но мы относились ко всем раненым, как к братьям, к отцу, к деду. Тяжелые испытания и утраченное детство – таковы воспоминания Марии Бодровой. Но больше всего она предпочитает говорить о счастливых моментах своей жизни. Один из которых, безусловно, 9 мая 45-го года. Все обнимаются, целуются, кричат ура, бросают шапки, кепки, кто платочек, говорят друг друга поздравляем, мы победили. Именно с таким настроением Мария Бодрова идет по жизненному пути. В конце разговора с Владимиром Ружицким от нее прозвучала такая фраза. Дай Бог, чтобы у нас войны никогда не было, а будет победим.